шалом дорогие друзья мессианская община возвращенной на сион шавей цион город хайфа и студия уазис медиа я хочу вам сегодня представить разбор который мы совершим вместе с вами вместе это возьмет какое-то время послание евреям это немножко запутанное послание и у многих она вызывает целый спектр разных чувств пониманий и я очень хочу пройти по нему вместе с вами потому что уверен что понимающий послание к евреям сразу может захватить громадный пласт вообще священных писаний и идей которые в них раскрыты но мы знаем что практически ничего в новом завете не стоит изучать автономно без того чтобы заложить какую-то базу из того что синаидальная библия называют ветхий завет мы называем танах то есть тура пророки писания это ракту вимны веим и я хотел бы подойти постепенно к вопросу послание евреям но начать все с несколько других мест то есть я думаю мы проведем два может быть три урока которые ведут вас в мир концепций еврейских концепций и тогда нам когда мы вместе будем читать послание время будет легче понять что подразумевает автор кстати послание евреям в синаги дальней библии обычно обозначена святой послание святого апостола павла шауля это на самом деле вопрос большой и я не буду вникать в нюансы потому что не являюсь в них специалистом но послушав разных специалистов есть разные мнения кто автор этого послания на самом деле конечно нам это не так важно вообще-то почему потому что мы знаем что небесный отец господь бог он бодрствует над своим словом как в одном из пророков сказано я господь бодрствую над словом и он позволяет проявляться тем писанием которые заключены в эту библию в эту книгу она является для нас словом для наставления для исправления для обличения для пути как сказал царь давид ор-ли-реглай свет к моим ногам поэтому мы доверяем но все-таки иногда интересно понять кто же там автор и вот некоторые говорят павел некоторые говорят аполос и недавно я слышал мнение которое очень интересная лука тот который написал евангелие от луки тот который написал деяние которого в писаниях называют возлюблен возлюбленный доктор некоторые некоторые говорят что лука он вообще не был иудеем и он был грек на самом деле это конечно по всей видимости вообще никак не соответствует действительности хоть и написал там эти свои евангелие и деяния на греческом языке это ни о чем не говорит там написано кому он обращается почтенный феофил и так далее то есть он направлял такому-то человеку ли какой-то группе людей но почему вдруг заинтересовались что именно лука является автором послание к евреям мнение которое было высказано что лука он не только был спутник и историк павла сам по себе он был по всей видимости происходящий из коинов и мы знаем из туры что в израильском обществе на коинов возлагалась или священство детей ароновых возлагалась функция докторов они были теми которые различали разные болезни могли диагностировать чист нечистый человек и потом когда весть о господи ешуа достигла сердце луки и он увидел вот павел который великий благовестник он стал просто ходить этим человеком служить ему служить вместе с ним в общем мнение такое покопайтесь в интернете может быть некоторые из вас разумно удивятся и поймут вот он лука здесь тоже проявился опять-таки не так важно но все-таки если он из коинов из из детей аарона то тогда очень понятно почему он в послании к евреям так часто использует слова называя ешуа первосвященником и через первосвященником не по чину аарона а мелхиседека то есть он знает эту тему очень очень четко и еще один момент кому обращено было это послание понятно что это были верующие из евреев некоторые говорят что это объектом этого послания были евреи живущие в александрии в александрии это город в египте который назван честь александра македонского там была огромная еврейская диаспора и лука или тот автор направляет им письмо потому что в александрийских среди александрийских иудеев ходило много мнений о том что мессия машер должен был быть коэном первосвященником и вот мы видим в послании от луки именно много разговоров на эту тему но как я уже сказал я хочу дать несколько предварительных уроков чтобы заинтересовать может быть даже заинтриговать вас почему вот эта вот идея что первосвященник миш машер должен быть и первосвященником или коэном почему в нем должно быть это и так урок первый который мы сегодня будем проходить я бы назвал его мишкан и это все перед посланием к евреям но для него мишкан с еврита переводится как присутствовать или присутствие или святилище пишется это вот так мемшин как нюнсофит четыре буквы мишкан и я попробую пояснить что это слово значит и как я связываю эту тему с посланием к евреям чтобы вы увидели какую-то глубину для начала я хочу прочитать книга исход вторая книга моисеева 25 глава с 8 стиха господь бог через муж и обращается к народу и говорят и устроите мне святилище здесь святилище названо словом мигдаш от этого слова потом произошло бейт мигдаш или храм мигдаш святилище и будут и буду обитать посреди них то есть буду обитать посреди народа божьего если вы устроите мне место для поклонения мне вы выстроите что-то мы помним было скиния муше потом скиния давида и я буду обитать посреди вас так вот обитать оно с иврита написано ишкон от слова мишкан и те которые владеют немного ивритом или живут в израиле владеют ивритом хорошо знают такое слово шахен сосед то есть я буду соседствовать с вами близким соседом но от этого и существительное мишкан которое тоже можно перевести как место божественного присутствия если бы мы попробовали увидеть параллель в новом завете то наверное слову мишкан подходит такие слова когда написано в посланиях павла что вы храм бога живого то есть вы маленькие храмики в которых шахен присутствует господь но от этого слова исчихина происходит и так далее но интересно что еще раз показываю как пишется слово мишкан мем шин кав венун софит каждой в еврейской традиции каждой букве этого слова соответствует определенная служение и я попробую пояснить мем от этого слова от этой буквы происходит слово мэлэх или царь шин шофет или судья кав коген священник венун неви пророк то есть четыре разных офиса служения которые можно интерпретировать из этого слова и я еще раз прочитаю то местописание которое только что читал и еще раз поясню и устроит мне святилище и буду обитать посреди них то есть мы безусловно понимаем что небесный отец он в своей безграничной власти присутствует вообще везде и местописания говорят спущусь я даже в преисподние места земли там ты то есть бог везде его власть распространяю его присутствие распространяются сверхъестественным образом совершенно непонятным образом мы даже не можем представить каким образом везде ангелы судятся его присутствием потому что он видит их дела и хоть для нас ангелы это образцы совершенства творец судит и их но он также проявляется через четыре направления в обществе израиля которые представлены определенными людьми повторюсь представлены царем представлены судьей представлены священником и представлены пророком то есть четыре направления и вот чтобы понять немножко вот это вот слово мешкан или божье представительство посреди нас немножко более хорошо я хочу обратиться к недельному чтению которая на иврите называется шофтим и переводится как судьи и мы буквально две недели назад весь израиль следует недельным чтением следили и это было недельное чтение шофтим оно записано в книге второзаконие с 16 главы и что интересно в этом недельном чтении это с 16 по конец восемнадцатой главы идет разбор здесь немножко больше и здесь в этих главах представлены все четыре направления мэр шофет коэн вены и которыми господь бог через людей хочет присутствовать в народе израиля чтобы народ израиля кроме невидимого божественного присутствия и благословения и водительства испытывал тоже божественное но направленное через людей почему я об этом говорю потому что в еврейских представлениях машиах мессия избавитель мы знаем ешуа сын божий он по сути являет в себе все четыре этих вот места и послание к евреям очень подробно сразу забегая вперед скажу говорит о том что машиах он является коэном а в новых в евангелиях мы читаем что еще выставляет себя очень часто как того самого пророка про которого когда-то говорил муж и но давайте чуть подробнее я буду читать места писания и вы будете запоминать второзаконие 16 глава с 18 стиха шофет судья во всех жилищах твоих которые господь бог даст тебе поставь судей надзирателей по коленам твоим чтобы они судили народ судом праведным не извращали закона не смотри на лица не бери взяток ибо дары взятки ослепляют глаза мудрых и превращают дело умоляют дело правых правды правды ищи дабы ты был жив и овладел землей у которую господь бог дает тебе смотрите здесь сказано во всех жилищах твоих поставь судей судей шофтим когда мы читали это место здесь шин второе чуть позднее поясню почему но или как я думаю почему но вот шофет поставь шофтим судей по всей земле по всей земле твоей чтобы они проводили суд праведный вот здесь вот такая знаменательная фраза которая в иврите очень здорово звучит цедек цедек тидрош правды правды ищи то есть чтобы люди которые производят судейство они были просто ну помешаны на том чтобы быть правильными справедливыми чтобы не смотрели на лица потом в новом завете и в танахе в пророках очень часто мы видим проблема многих судей они на своих друзей смотрят по-своему а и покрывают часто их а человека правого но не из своего круга могут и унизить и вот здесь как бы наставление хотите чтобы господь бог присутствовал посреди вас люди которых он выставляет как судьи то есть судьи не просто богом вот просто так избираются также они должны быть признаны людьми что вот этот человек является судья и мы помним тот период жизни народа израильского когда была целая масса целая череда судьи это были люди которые были наделены значительными полномочиями управлять вот сразу имя приходит самуил то есть он был величайший судей израиля мы про помним другого из судей израиля которого возможно некоторые немножко ну как бы относятся к нему слабовато самсон но если вы посмотрите сколько лет самсон был судью израиля 40 лет и у него была проблема у него была проблема с женщинами и из-за этого он в конечном итоге сам был осужден судей великим но по всей видимости он не был таким уж плохим судьей если 40 лет он удерживал судейский пост в этой же в этом же недельном чтении в 17 главе господь бог через муж и говорит следующие слова касающиеся уже буквы мем и как я говорил мем обозначает севрита ну вот в данном контексте обозначает царь милых и он будет когда ты при 14 стих 17 главы второзакония все та же глава недельных чтений шов тим судьи когда ты придешь землю которую господь бог даст тебе и овладеющие и и поселишься на ней и скажешь поставлю я над собою царя подобного прочим народам которые вокруг меня то поставь над собою царя которого изберет господь бог твой и среди братьев твоих поставь над собою царя то есть здесь многие верующие вспоминают эту драматическую историю когда самуил послушав народа избирает саула и вдруг господь бог начинает через самуила гневно или разочарованно говорить к народу израильскому говоря не тебя они отвергли меня отвергли не захотели хотя здесь вот ранее мы видим что сам господь через муше говорит придешь свою землю поставь царя как другие народы в чем же там был конфликт мнений может быть целая масса и наверняка как говорят в еврейской среде каждое мнение уважительно и твое мнение уважительно и твое и твое и мое тоже я вам скажу мое по всей видимости народ когда хотел избрать царя он хотел отменить позицию судьи а господь бог предполагая или давая заповедь они ишкон я буду присутствует посреди вас он настаивал чтобы четыре разных движения судили с божьей позиции народ чтобы были судьи чтобы были цари чтобы были священники и что были пророки не только один царь который вершит волю то есть там по всей видимости народ как бы говорит окей надоело нам позиция судьей пройди посреди нас мы хотим просто царя сама идея царя неплохая но не отменяйте остальные служения а